Добрый день! Я сегодня хочу спросить, вот вы приходите ко мне заниматься на занятия, почему вы пришли первое? Ну то есть что вас подвигнуло к тому, чтобы просто познакомиться, или вы что-то об этом знаете, или у вас как-то, ну свои мысли скажите, что вот вы будете сказать? Не важно кто говорит, либо поговорили со мной. Ну, во-первых, мне раньше казалось, что кунг-фу, ну как у всех сложилось такое мнение, что это какие-то техники резкие, что это боевое искусство, а потом, когда у меня знакомые барышни, которым уже в районе 60 лет, у нас такая группа собралась, и мне сказали, что это дыхательные практики, меня вот именно вот это заинтересовало, что мое общее такое познание было совсем другое. И здесь сочетание дыхания, телесный, и когда я понимаю, что именно вот это движение, какой орган лечит, а это движение тоже для чего, вот, это, конечно… То есть изменилось ваше представление о кунг-фу в принципе? Да, и меня как бы радует вот эта связь с внешним миром, с природой, с родом, с теми древними, древнейшими там, ну, людьми, которые вот это все создавали, и мы как бы с ними соприкасаемся. И мне вот это вот… Ну, вот вы можете тогда сказать людям, которые нас слушают, что такое кунг-фу для вас сейчас? Ну, это образ жизни, это частица меня, которая сейчас и которая была когда-то. И я понимаю, что… Иногда мне кажется, что я это знала очень-очень давно. То есть вы зашли в эту дверь, вы почувствовали комфортность и остались там, и кунг-фу для вас сейчас что-то другое, а не то, что боевое искусство? Нет, это вообще совершенно другое, то есть это и боевое тоже есть там, но меня сейчас интересуют вот эти дыхательные техники, то есть связь с… ну, телесное, с дыханием сознания, вот это вот 3D. Ага. А какой-нибудь эффект, что-нибудь от занятий, скажите? Ну, да, конечно, у меня вот я чувствую, что у меня вот грудная клетка стала свободнее. Отсюда дыхание… у меня совершенно удлинилось дыхание и звуковые… ну, пения, будем говорить, у меня намного длиннее. Звук, он дольше. Как интересно. То есть вы вот в этой плоскости почувствовали, да? Интересно. Ну, помимо всего, помимо того, что покутка стала легче, хотя вот я, ну, она у меня не была тяжелая, но она стала легче, и мне намного удобнее идти правильно, ровно, сидеть ровно. Я чувствую в этом комфорт. Ну, вот для людей вашего возраста вы что хотите пожелать, если вот вам попросили… Вот мы сейчас просим пожелать что-нибудь для людей вашего возраста? Ну, я чувствую в своей практически 60 себя на 40. Супер. Угу. Это хорошее. И вы желаете это остальным? Конечно. Минус 20 лет. Думала, что мне нужно еще лет 40 прожить, а теперь я думаю, почему не 60 еще. Спасибо вам за отзыв. Скажите что-нибудь нам. Ну, я хотела бы, наверное, продолжить. Да. В плане того, что многие думают, что старость – это не радость. А для меня это вот как раз таки, вот как исследование в этой области, оно мне доставляет радость, и мои глаза, скажем так, начинают изучать какой-то свет благодаря этим практикам. Потому что меняется образ жизни, меняется ощущение времени, ощущение того, что ты видишь вокруг себя, что ты чувствуешь. И в конечном итоге, наверное, задумываешься и кто я, и что я. И тут, в общем-то, какая-то другая философия, смысл другой жизни появляется. Так что для меня это вот уже то, что без этого я уже не могу, вот как глоток воздуха, как выпить стакан воды. Скажите тогда такое сравнение. Вы же взрослые люди многим занимались там, может, йогами, танцами, и вдруг попадаете в школу кунг-фу. А какое ваше впечатление, чтобы зрители поняли, чем это отличается, что не так, как у других? Есть ли что-нибудь такое, что сказать? Можно? Я только единственное скажу, что для меня вот это, ты продолжишь, оно все связалось воедино. Здесь нету, ну потому что я занимаюсь и танцами, и... И продолжаю заниматься. Да, продолжаю, оно мне не мешает, а наоборот оно объединяет. Потому что те упражнения, те действия, которые мы здесь, ну, совершенствуясь, и не только маленькое упражнение, и оно, когда начинаешь углубляться в него, оно тебе позволяет открывать в каждой области делать новые шаги. Вот, и новые открытия для себя какие-то делать, скорее всего, таким образом. Поэтому... Тут настолько все многогранно, поэтому это только сначала новое, вот ты увидел в этом. А когда ты начинаешь вот вглубь идти этого, ты, может, невероятно какое-то свое открытие сделать. Ну, не только для себя, а для других. Ага, но я услышал самое важное, что это помогает и в других видах. То есть мы не прекращаем заниматься тем, чем занимались, а это помогло нам и в том увидеть что-то новое. То есть если я занималась танцами, йогой или там фитнесом, это не значит, что нужно это прекратить. А занимаясь конфу, это позволяет нам более увидеть новые вещи и совершенствоваться в тех видах, которых занимались. Правильно говорим? Конечно. Спасибо. Я попала совершенно случайно, как исследователь. И что меня здесь задержало? Я занималась йогой, белояром. Конечно, скажу спасибо всем этим занятиям, но здесь упражнения, они все выполнимы. Если на йоге там какие-то там, в общем, такие более, такие фигуры там, асаны, которые исполняют профессионалы, которых занимаются там по 8-10 лет, то есть имеют большой опыт, я не могу их выполнить даже и на 10%. А здесь упражнения все доступны и легко выполнят. Вот это вот меня здесь задержало. И я чувствую их действие. То есть самочувствие намного улучшилось. Если сравнить, как я себя чувствовала год назад и сейчас, то разница просто огромная. Совершенно изменилась даже манера речи. То есть все меняется, и каждое занятие дает какое-то новое открытие. То есть этого не надо ждать очень долго, а вот происходит прямо во время занятий. Каждое занятие как сюрприз. И что-нибудь для меня кунг-фу в моих 60 лет, это как бы стержень для моего здоровья, за которым нужно держаться. И даже нужно. Просто всем нужно чем-то заниматься. Кунг-фу очень подходящий для 60-летнего возраста. Спасибо, что вы это сказали. Потому что люди думают, что 60 лет кунг-фу. Да вы что, зачем мне кунг-фу? Это же как-то что-то боевое искусство. Замечательно, все открывается. Все прекрасно, особенно из-за этого времени. Да, девочки практически уже все сказали. Но чисто от себя могу сказать, что я давно искала нечто подобное. И для меня это как бы приобрести целостность во всем том, что я раньше знала. То есть в одном месте сосредоточились те частности, которые я раньше посещала. Как йога, танцы, цигон, еще какие-то практики. Там, где, например, йога больше статичности в танцах движения. Здесь мне нравится в кунг-фу сочетание и статичности, и движения. И при всем при этом это не сложно. И вполне доступно для любого возраста. Как молодежь, так и вот девушки, как нашего возраста. Поэтому бояться этого никогда не нужно. Это, наоборот, очень приятно. И очень интересно, как Ирина сказала, на самом деле, каждое занятие – это сюрприз. И его ждешь с нетерпением, потому что каждое занятие открывает для тебя что-то новое. Не только в тебе, но и вокруг, в окружающем. Но это очень важно. Потому что многие люди, которые приходят к такому рубежу, считают, что жизнь закончена, и уже ничего не надо, ничего не доступно. Это очень большая ошибка. Ошибочное мнение. Потому что в таком возрасте, как раз-то с созревшим сознанием, если можно так сказать, люди начинают по-другому осмысливать жизнь. И в этот момент как раз-то очень интересно продолжать двигаться вперед. Потому что открывается, как второе дыхание. Просыпается творчество. Просыпается желание жить. Просыпается желание двигаться. И что мне еще в этих практиках нравится – они сочетают в себе мягкость и твердость. Очень приятно чувствовать, как раскрепощается тело. Как оно начинается легко двигаться. И этого движения, этой легкости хочется больше и больше. То есть ощущаешь, что ты на самом деле молодеешь, продолжаешь прекрасно дальше жить. Вот это посоветовала бы девушкам любого возраста и парням любого возраста, и мужчинам и детям. Что очень приятно заниматься, очень комфортно, не напряжение, не тяжело. А именно все очень гармонично сочетается в движении. Для меня кунг-фу стало частью моей жизни. Спасибо мастеру и всем, кто со мной занимается. Спасибо вам, девушки, за отзывы. Я думаю, что нашим зрителям приятно услышать от группы 60-летних женщин, которые чувствуют себя на 40 лет. Мы будем омолаживать и продолжать заниматься в том же духе. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч.